Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent 2004 года 1.5 на механике. Заменим на нем масло в двигателе, фильтр масляный, воздушный и салонный. Автомобиль пригнали, ну как, прикупили и пригнали из другого города, брали через салон. Фирма такая есть DMAX Auto, очень ребята помогли, двое ребят там, Максим и Дмитрий. Описание я добавлю внизу, в комментарии, если кому-то интересно, можете связаться с ними, пообщаться. Очень будет приятно, если они кому-то помогут при обретении автомобиля. Этот автомобиль был у одного хозяина, с момента покупки обслуживался в официального дилера. При пробеге 143 тысячи состояния автомобиля. Состояние автомобиля внешне есть, да, недочеты небольшие, но нету ни одной крашеной детали. Полностью окрас заводской. По салону там, но тем не менее, машине-то 12 лет, поэтому 13 уже получается. По состоянию ходовой, по состоянию двигателя, для трансмиссии, всей подвески, идеальное состояние. Поэтому покупки автомобиля очень рады. Обращайтесь. Ну, а сейчас мы поднимаем автомобиль и сливаем масло. Так, ну, что, подняли, приподняли автомобиль, откручиваем пробочку. Для чего этому делаем? мы не знаем, какое здесь использовалось масло, поэтому будем использовать промывочку LiquiMole, промывку масляной системы. Номер 7591 идет LM7591. Открываем ее. Так, это сейчас. и заливаем. 15-минутная промывка. На холостых оборотах газовать не нужно. Сам двигатель особо не закоксованный. Мы просто используем для того, чтобы нейтрализовать переходящее масло. Заводим и работает. Подняли автомобиль, сняли защиту. Вот мы видим сливную пробочку. Пробочка здесь на 17. Вот он, масляный фильтр. Все сразу рядышком. Что удобно, откручивая масляный фильтр, по блоку ничего бежать масла не будет. Мазать ничего не будет. Поэтому сейчас ставим тазик, откручиваем пробочку и сливаем масло. Все, масло мы слили, пробочку закрутили. Теперь откручиваем масляный фильтр. Для этого берем вот такой вот краб, накидываем его на фильтр и откручиваем. Фильтр, конечно, колоссально закрутили. подтягиваем тазик. колоссально закручиваем. колоссально закручиваем. колоссально закручиваем. колоссально закручиваем. Продолжаем. Колоссальник, колоссально закручиваем, колоссально закручиваем. масло мы будем использовать фирмы же 1040 полусинтетика номер масла идет девятьсот тридцать один шестьдесят пять двести пятнадцать фильтр масляный мы будем использовать фирмы портсмайл номер по портсмайлу идет pba 001 открываем фильтр снимаем крышечку эту полиэтиленовую масло я уже открыл заливаем в масляный фильтр маленько масло и смазываем резиночку масло у нас впитывается фильтрующий элемент поэтому здесь вытекать она никуда не будет все идем теперь устанавливаем фильтр на место все фильтр мы установили сейчас берем очиститель карбюратора и смываем те капельки масла которые у нас висят все вот мы смыли капельки масла видно теперь мы устанавливаем на место защиту опускаем двигатель и заливаем масло все допустили автомобиль берем масло и заливаем здесь полная емкость где-то 3 3 литра эта банка 4 литровая вот уровень масла получается с этой стороны хорошо видно не доходит до максимума у нас где-то миллиметра 3 все нормально так и оставляем потому что мы еще сейчас добавим сюда супротек в данный момент мы меняем воздушный фильтр 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 фильму также партсмайл па 033 фильтр здесь меняется легко открываем вот эту защелку и открываем вот эту защелку сзади здесь еще защелочка есть и спереди вот здесь четвертая защелка поднимаем крышку фильтра выдергиваем фильтр очень грязный затыкаем забор воздуха и продуваем корпус и вот и и и и и подправляем фильтр по периметру чтобы резинка легла ровно и закрываем крышку защелкиваем защелки все, воздушный фильтр мы заменили имел неосторожность, пробочку не закрыл, продувал хорошо грязь не прилетела чтобы сменить воздушный салонный фильтр открываем бардачок, немножко приподнимаем его вверх вот здесь сбоку надавливаем этот фиксатор и выводим его назад вот таким образом он съезжает, вот так вот выглядит и точно так же с этой стороны надавливаем и отводим его назад оба фиксатора стоят вот таким образом теперь мы опускаем бардачок вот она, за тросиком крышечка наверху нажимаем вниз флажок и отводим эту крышку снизу выводим эту крышечку вот он этот флажок внизу она просто вставляется вот он наш фильтр состоит из двух частей вот такая кассета уже грязная поднимаем вторую половинку и тоже выводим ее новый фильтр мы будем портсмайл использовать корейской фирмы PMA PMA C02 фильтр угольный обозначение C02 это что он угольный но он здесь цельный поэтому он у нас не встанет не удалось нам поменять фильтр вытряхаем старый продуваем и ставим его на место вот продули фильтр пока новый закажем этот постоит еще устанавливаем нижнюю часть и устанавливаем верхнюю часть закрываем на место крышечкой крышечку внизу заводим в паз и защелкиваем сверху тросик ставим на место ставим бардачок фиксаторы защелкиваем один и защелкиваем второй все сейчас заливаем супротек и заводим автомобиль зальем супротек актив плюс бензин хорошо взбалтываем чтобы здесь осадка не оставалась мы уже взболтали откручиваем пробочку все все влели закрываем заводим автомобиль и в разных режимах гоняем его 15-20 минут все на этом мы замену масла и фильтров закончили всего вам доброго всего вам доброго